Следующие признаки. Первый признак – это герб Ярославля, вот этот мишка. На настоящей купюре при изменении наклона купюры он должен менять цвет от малинового до зелёного. Вот смотрите, не так вот. Вот вы берёте купюру, смотрите на неё прямо, а потом поворачиваете её на просвет. Меняете угол. Не с той стороны, но смотрите. Вот так, да. Ну и что? Здесь это не сымитировано. Ещё раз говорю, это поддельная купюра, поэтому этот признак не сымитировано. То есть он цвет свой не меняет. А должна поменять на зелёный прямо, да? Да. Но если вы будете сравнивать две купюры, рядышком вы увидите это изменение. Так. Следующее – это поле, которое находится под числом 1000. Вот это пустое на вид поле. На первый взгляд это поле пустое, но при наклоне купюры вы должны видеть радужные полосы. Смотрите прямо, потом поворачиваете, меняете угол наклона и должны видеть радужные полосы. На настоящей купюре должны видеть радужные полосы. Здесь я не вижу. Соответственно, на этой купюре этот признак также не сымитировано. Ну и третье – это под гербом Ярославля нанесена микроперфорация, в данном случае число 1000. Вот на ощупь эта микроперфорация должна быть неощутима. То есть вы должны, если вы так проведёте, вот так, от герба вниз, вы не должны ощутить никаких шероховатостей. То есть должна быть бумага, как она сбоку купюры, в середине купюры, так и под гербом Ярославля. Ну я вот, честно говоря, тут вообще не чувствую. Ну знаете, хорошая имитация, больше я вам ничего сказать не могу.